Коллеги, привет! С вами Дамир Халилов и сегодня у нас не вполне обычный, не вполне привычный выпуск. Сегодня мы в формате скринкаста будем рассматривать работу с сервисом отложенного постинга. Очень часто мне поступает вопрос о том, как работать с сервисами отложенного постинга, имеет ли смысл вообще использование такого сервиса, какие задачи он решает и не относятся ли как-то негативно к этому сами социальные сети. Вот, поэтому я решил записать отдельное видео, где на примере сервиса отложенного постинга Parasite рассказать о том, для чего такой сервис нужен, что с его помощью можно делать, ну и другие связанные вопросы. И чтобы это не было совсем абстрактно, я решил, собственно, сделать это в формате скринкаста. То есть я запишу свой экран, покажу вам сам механизм работы с сервисом отложенного постинга. Итак, первое, какие вообще задачи решает вот этот самый сервис отложенного постинга? Ну, в данном случае Parasite. Несколько задач. Первое, он позволяет кросспостить разные, то есть в разные социальные сети. То есть один и тот же контент кросспостить в разные социальные сети. Надо сказать, что постепенно, постепенно это становится вполне допустимым вариантом ввести разные социальные сети, ну, либо в одинаковом, либо в похожем ключе. То есть по-прежнему, конечно же, лучше, если вы будете менять, если вы будете под каждую социальную сеть искать свой ключик и в итоге, то есть свой контент. Но в условиях ограниченного времени это все равно лучше, чем ввести только одну социальную сеть. Второе, что он позволяет делать, это одна из основных функций публиковать по расписанию. То есть сделать так, чтобы в каждую социальную сеть публиковалось в то время, которое вы поставите. Вот, это, кстати, очень удобно, очень рекомендую так работать над контентом. Можно садиться, прописывать, скажем, на неделю вперед, ставить по расписанию, чтобы они публиковались. Естественно, если у вас какой-то срочный инфоповод, динамика и тому подобное, ну, вам ничто и никто не мешает записывать отдельно, писать отдельно посты, снимать отдельно видео внеочередные, но по умолчанию у вас уже публикуется. То есть вы знаете, что социальная сеть уже ведется. Ну и третье, это, в первую очередь, для Инстаграма важно, чтобы публиковать с компьютера. То есть если вам не хочется переносить на телефон, если у вас контент хранится на компьютере, вы можете публиковать непосредственно с компьютера, причем даже Stories. Вот в случае с Parasite можно даже Stories. Окей, давайте разберем функционал. Итак, ну, здесь у меня тестовый, я специально завел новый тестовый аккаунт, для того, чтобы показать вот с нуля практически, как ведется работа. Итак, вы регистрируетесь, вы заходите. Вот, после этого вам первое, что, ну, то есть вот основное рабочее поле, первое, что нужно сделать, это добавить аккаунты. Вот, кликаем добавить аккаунт. Вот, сейчас есть три социальные сети. Мне, кстати, импонирует этот выбор, Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, ну, такой формат ничего лишнего. Но на самом деле, Parasite планирует добавить еще Одноклассники и Твиттер, там, в каком-то обозримом будущем. Вот, но на самом деле, конечно же, это три ключевые сети сейчас, которые нам понадобятся. Инстаграм у меня подключен, давайте подключим еще Фейсбук. Так, вот, видите, он предлагает, какие страницы вы хотите использовать с приложением Parasite. Ну, давайте используем школу Замира Халилова. Вредите внимание, важно, что, собственно, Parasite работает с разными форматами, ну, то есть, с разными, и с личными аккаунтами, и со страницей. Так, управлять, да, 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 окей. Все, связано. Окей, ну, ключевое, конечно, чтобы не публиковалось ничего, так, добавить, ничего без ведома, и насчет этого сервис надежный. Окей, вот, ну, можем добавлять еще аккаунты, но пока, давайте, этого будет достаточно. Окей, дальше, ну, понятный, предсказуемый, добавить публикацию. То есть, здесь мы добавляем описание, то есть, пост, добавляем изображение, и постим, то есть, добавляем публикацию в очередь на публикацию. Как это будет происходить? Мы выбираем день, мы выбираем время, значит, и добавляем публикацию в очередь. Можно, соответственно, можно добавить, естественно, сюда же изображение, либо, причем, можно вставить ссылку на файл, можно файл для загрузки. То есть, если у вас где-нибудь на Dropbox, и хранится это очень удобно. Можно, да, вот важный момент, кстати, действительно важно, можно самому писать себе комментарий. То есть, для чего это нужно? Ну, как вы знаете, Инстаграм не очень любит, когда хэштеги в основном поле, когда слишком много хэштегов в основном поле, поэтому часть хэштегов вы можете переносить в комментарии. Ну, либо второй вариант, если у вас длинный пост, ну, все мы знаем, там, несколько вариантов, да, это либо в галерею, либо в комментарии. Вот, то есть, можно сюда же в комментарии. И таких комментариев можно, на самом деле, делать несколько. Можно, опять-таки, сразу же ставить и местоположение. То есть, гео-точку тоже сюда ставим. Так, ну, здесь мы выбираем, какую социальную сеть. По умолчанию, ну, был присоединен Инстаграм, Фейсбук, он еще, видимо, не увидел, но увидит. Выбираем все эти показатели и ставим «Добавить публикацию». Ну, давайте, давайте, ну, там, скажем, 24 февраля. Вы знаете, вот где его, где, во сколько я снимаю это видео. Так, и «Добавить публикацию». Ну, да, логично, конечно, без фото это не работает. Давайте добавим какое-нибудь фото. Это я развалившись в кресле качалки. Так, можем выбирать здесь область. Можем, можем сжать. Ну, с этой точки зрения довольно удобно. На животе делать акцент не будем. Ну, вот таким образом, в общем, мы публикуем. Окей. Ну, давайте поставим хэштег. Отдыхаем. Хорошо. Так, дальше. Указать место. Ну, давайте. Давайте в Москву. Так. Угу. Вознесенский монастырь. Нет. Окей. Москва. Добавить публикацию. Все. Публикация запланирована. То есть, у нас есть отдельный раздел запланированное. То есть, если мы сюда переходим. Давайте, куда-то мы вышли. И переходим сюда. Все. У нас здесь уже все с вами запланировано. Дальше. Есть много еще интересных, веселых, прикольных штук. Давайте перейдем в истории. Добавить историю. И здесь, ну, то есть, здесь мы можем таким же образом постить на самом деле stories. Так. Вот. Добавляем сюда. То же самое. Ну, почему он все время на животе делает акцент. Значит, то же самое. Выставляем время. Добавить историю. Все. У нас запланировано в инстаграме один пост и одна история. Вот. Обратите внимание, что, ну, это было в инстаграме. Вот. То же самое можем делать в фейсбуке. Ну, в смысле, я имею в виду публикации также планировать в фейсбуке. Давайте удалим. Ну, не нужны нам такие посты. Раз. Удалили. Историю stories тоже удаляем. Есть еще несколько очень интересных факторов. Вообще, пара сайта с этой точки зрения, с точки зрения функционала мне очень нравится. Смотрите. Есть просто мои публикации. То есть, фактически, вот, особенность, что это практически не только сервис отложенного постинга. Это полноценная такая оболочка. Программная оболочка для использования инстаграма. То есть, вам можно почти не заходить в аккаунт. Все, что нужно, вы увидите здесь. Так. Ну, выбираем, скажем, какой-то пост. И самое важное из того, что здесь есть, ну, мы можем посмотреть, соответственно, там, количество лайков. Самое важное, мы можем отвечать прямо здесь. То есть, нам не нужно заходить каждый раз в инстаграм. Мы можем отвечать прямо здесь. Это, ну, помимо прочего, конечно же, это еще одна очень и очень важная функция. Это, вот, видим здесь спам. Давайте его удалим. Значит, еще одна очень важная функция. Это то, что мы можем, не давая доступа к своему инстаграм-каналу, подключать сюда новых людей. Ну, то есть, скажем, я могу подключить своего ассистента, и она сможет мне отвечать на личные сообщения, отвечать на комментарии, ну, и тому подобное. Вот. То есть, весь интерфейс практически есть здесь. При этом она не сможет вывести у меня аккаунт. Ну, она, помимо прочего, очень честный человек. Но, если бы она была нечестный человек, то не смогла бы вывести аккаунт. Вот. Ну, можем просматривать здесь. Дальше. Директ. В директе, то есть, так, всегда, всегда это так волнительно, когда кто-то заходит в твой директ, ну, вроде ничего здесь такого сейчас нет. Так. Вот. Ну, давайте уж не буду в конкретный переходить, как бы переходить в конкретный, в конкретную ветку. Ну, то есть, мы можем прямо отсюда отвечать. Причем, обратите внимание, отдельно входящие, отдельно запросы. То есть, как мы знаем, запросы уходят далеко не только спам. Там часто бывают полезные, важные сообщения. Поэтому можем тоже переходить сюда. Идем дальше. Так. Переходим снова к публикации. Ну, здесь есть еще лента. То есть, если кому-то нужно, можно в ленту писать тоже. И давайте перейдем в аналитику. У меня здесь совсем новый, как я сказал, тестовый аккаунт. Но, обратите внимание, то есть, если вы подключите прокси, сейчас об этом отдельно, собственно, сервис может начать забирать тогда аналитику. То есть, здесь же вы можете отслеживать там динамику по подписчикам, по лайкам, по комментариям. То есть, что, ну, опять-таки, довольно-таки немаловажно. Здорово, что сервис умеет это все собирать. Так. Перейдем в настройки. Тоже есть несколько классных фишек. Ну, первое, понятное, добавить прокси. Значит, ну, прокси нужен для того, для повышения безопасности, для того, чтобы, ну, вот, сервис мог полноценно работать с API. То есть, в частности, брать, ну, например, вот, собирать статистику. Вот. То есть, если у вас есть там купленный, или, не знаю, бесплатный какой-то прокси-сервер, здесь выводите данные, и все, он начинает работать через прокси. Ну, те, кто обходил блокировку Telegram, знают эту механику. Так. Пароль. Мы можем, обратите внимание, прямо отсюда менять пароль, даже на Инстаграм. Дальше. Расписание. Вот это очень интересная фишка. Собственно, работает она следующим образом. То есть, вы можете поставить расписание, когда, то есть, в какое время вам удобнее публиковать. То есть, какое время, чтобы было публикации. То есть, он разбивает вот весь день на блоки, и вы можете сделать следующее. То есть, например, каждый день вы считаете с двух до трех, ну, с двух до трех, честно говоря, так себе время. Вот, например, для Фейсбука с четырех до пяти это огонь. Это одно из лучших времен. То есть, ставим одну публикацию. Вот. При этом, например, пользователи всех социальных сетей, но Инстаграма в особенности, любят читать, когда просыпаются. Поэтому, ну, давайте поставим, например, с восьми до девяти еще одна публикация. И, скажем, ну, то есть, в том случае, если у нас такая продвинутая прям, продвинутая прям контент-политика, что по три мы публикуем, и, скажем, человек пришел домой, вместо того, чтобы садиться за телевизор, он садится за Инстаграм, и в это время мы ему можем еще один постик дать. То есть, вот три поста. Что это значит? Ну, вот там, 8, 9, 16, 17, 21, 22. То есть, теперь он сам, то есть, вы можете даже не назначать там конкретное время, он сам будет распределять публикации, которые вы планируете, которые вы ставите запланировать по этому времени. То есть, вам каждый раз не нужно, вы скидываете, просто пишите, скидываете публикации, и он их распределяет между этим временем. Вот, ну, и в любой момент можно выключить, чтобы не мазорило глаза. То есть, ну, если вы хотите все-таки вручную, и это вполне тоже нормально, и так, и так вполне нормальный вариант, значит, можно выключать расписание. Но в целом это удобно, то есть, в особенности, в особенности, обращу ваше внимание, это очень здорово работает, если вы знаете пики активности вашей аудитории. Хорошо. Дальше, давайте сейчас вот вернемся в публикации. Добавить публикацию. То есть, ну, просто поясню. Все то же самое. То есть, вы также здесь пишите, добавляете, и он сам распределит, когда, где и что, когда, где и что показать. Вот. Вот, кстати. Кстати, ну, вот, если мы нажимаем кнопку Добавить аккаунт, то появляется здесь Facebook, ну, и аналогично, если мы подключим ВКонтакте, появится ВКонтакте, и мы сможем один и тот же пост публиковать в разные, в разные социальные сети. Так, хорошо. Еще одну фишку хочу показать. Так, значит, прокси. Шаблоны. Это тоже классно. Знаете, то есть, это шаблон описания. То есть, если, ну, знаете, например, вы всегда много, ну, давайте так, много пишите постов формата, у вас туристическое агентство, и вы пишете описание туров. И там есть, ну, какая-то стандартная форма. Турция, семь звезд, отель, там, такой-то, ну, и тому подобное. Там, такая-то цена и так далее. То есть, у вас есть шаблон вашей публикации. Вы можете каждый раз, то есть, заранее ввести, там, например, условно, давайте, давайте такой пример. Страна, звезды, продолжительность, цена. То есть, и теперь, когда вы будете создавать новый пост, у вас сразу будет уже, вот, да, здесь, например, название отеля. Ну, там, название отеля, да, предположим. Вот, и добавим шаблон. Ну, давайте это сделаем. Добавить, давай добавить шаблон. Теперь перейдем к публикации. Добавить публикацию. И мы можем сразу же, вот, этот шаблон уже взять. Вот, у нас сразу уже есть шаблон, мы теперь его, прямо здесь корректируем. Там, страна, условно, Турция, там, ну, и тому подобное. В общем, смысл такой, то есть, если у вас много похожих постов, можно создать этот шаблон. Шаблонов может быть много, то есть, например, описание товара. Это может быть, там, пошаговый мастер-класс, чтобы там уже было написано, шаг первый, шаг второй, шаг третий, шаг четвертый, и тому подобное. То есть, все здесь, заранее можно прописать. Вот, поэтому, ну, шаблоны очень удобные. Механика, она позволяет, позволяет с аудиторией, ну, то есть, аудитории сразу подавать контент быстрее. То есть, вам меньше нужно будет над этим трудиться. Хорошо для чек-листов, хорошо для пошаговых рекомендаций, хорошо для описания товаров, что еще, для чего это можно применить. В принципе, для лайфстайла даже какого-то можно применить, тоже, ну, если у вас похожие посты, сделать какой-то шаблон. Так, и еще одна штука, которую я хотел вам показать. Так, сейчас, секунду. Да, вот. вы можете редактировать профиль прямо отсюда. То есть, ну, частый формат, да, вам, не знаю, вот сейчас мы, например, у нас скоро будет вебинар, и у нас здесь анонсируется, и он называется, как стать самоспоседственным, то есть, здесь анонсируется. Вот. Часто нужно поменять, то есть, описание, вам опять-таки не нужно заходить, все это можно делать, все это можно делать здесь. Вот. Ну, что же, вот такой функционал. Мне, мне, собственно, кажется, довольно-таки, довольно-таки хорошим, качественным, насыщенным функционалом Parasite сервис. Ну, опять-таки, есть моя команда, то есть, можем добавлять, если у нас определенный тарифный план, можем добавлять сюда аудиторию, можем оплачивать, и тому подобное. Так, и вот как раз к вопросу оплаты. Так, сейчас, секунду. Тарифный план. Значит, можем выбирать, соответственно, нужный нам тарифный план, и с ним, и с ним работать. Вот. Ну, вот такой функционал. Частый вопрос, который поступает, это, наверное, самое частное, что связано с сервисами отложенного постинга. Правда ли, что если вы публикуете посты через сервисы отложенного постинга, то это снижает охват аудитории? Ответственно вам заявляю, это неправда. Нет таких наблюдений, очень часто приходит клиент, мы переводим его с ручного ведения на ведение через сервисы отложенного постинга. Нету такой закономерности, чтобы падал охват аудитории. То есть для социальных сетей это безразлично. То есть техника, технология, по которой пост был опубликован. Вот. Ну что же. Вот собственно то, что я хотел вам рассказать. Сервисы отложенного постинга. Это действительно, то есть резюмируем. Это действительно важно и нужно. Много функций решает. Много времени вам экономит. Сервис Parasite. Я ставлю ему уверенную пятерку. Вот за несколько вещей. То есть первое, что есть работа с директом. Есть работа с комментариями, аналитикой и тому подобным. Второе, это шаблоны. То есть, что есть шаблоны публикации. Третье, это сторис. Далеко, ну далеко не всегда встречается все-таки вот работа. Работа посредством сторис. То есть сторис это все-таки формат чаще неиспользуемый в подобных сервисах. Ну что же. Вот собственно то, что я хотел сказать. Большое вам спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы по этой теме, пишите их в комментариях. Если пост был полезен, как и всегда, ставьте лайк. И увидимся с вами совсем скоро. Всего доброго. Спасибо.